что тут важно важно посмотреть какие формы у нас у цветка у ножки и у листика и попробовать их перенести на свой лист обычно я разграничиваю лист чтобы не уйти за рамки своим рисунком или потом не мельчить или не стирать поэтому сразу ограничиваю что верх цветка будет здесь стебель здесь и где-то тут пойдет лист теперь просто наблюдаем за формами пытаемся их повторить я буду рисовать сильно нажимать на карандаш чтобы вам было хорошо видно вы так не делайте потому что потом от карандаша сложно избавиться из-под акварели его невозможно стереть а за мной кто-нибудь еще рисует повторяет или вы все смотрите дайте мне обратную связь но такие скетчи мне обычно уходит не больше 15-20 минут когда я снимаю поэтому все достаточно просто быстро так как скетч не подразумевает точности академического рисунка а только лишь уловить главные черты показать настроение и цвет поэтому на это не так много уходит времени рисуете их молодцы отлично потом скиньте мне свои рисунки в директ посмотрю оценю ластик я не использую у меня клячка она не травмирует бумагу отлично избавляет от карандаша я сильно не буду свой карандаш стирать чтобы вы все-таки видели его так чуть-чуть пройдусь на своем рисунке я вам предлагаю практически до нуля стереть карандаш но только чтобы вам его было видно потому что после того как акварель легла на лист карандаш из-под нее уже не убирается так я сейчас возьму свою любимую кисточку значит наносить акварель можно разными способами я расскажу вам о двух значит один я объясню здесь 2 здесь значит первый способ вот сейчас я палитру не взяла секунду все все подвину значит я беру красочку красную намешиваю ее в палитре в достаточном количестве добавляю много воды и начинаю заливать воды прям много краска полупрозрачная пока слой краски сырой я добавляю в кисть еще краски с палитры уже не так сильно разбавленной водой здесь у меня лист высох видите как быстро сохнет эта бумага говорю я ее не очень сильно люблю вот получилась такой эффект перехода то же самое делаю с соседними листьями только чтобы краска друг на друга не затекла с соседних лепестков я буду оставлять белые просветы опять беру разбавленную краску заливаю беру более плотный пигмент и добавляю и с третьим лепестком то же самое теперь я беру более плотную краску и как вы видите первый лепесток уже совсем не блестит он уже высох вот этот вот еще блестит видно он еще сырой и крайне правой тоже а там где высохло можно взять краску по практически не разбавленную водой и добавить еще один слой более контрастный рваные штрихи помогают добиться динамичности в рисунке если вы хотите их сгладить умойте кисточку чуть-чуть лишнюю воду оставляйте в салфетке и проводите по краям опять лишнюю краску с кисточки снимается оставляйте лишнюю влагу в салфетке и опять проводите также по краям они становятся более гладкие не такими контрастными и также добавляю цвета соседние лепестки всем привет кто присоединился этот лепесток у меня еще и высох теперь показываю второй способ как можно залить акварелью объект будем его рассматривать на листе добиваемся зеленого смешиваем желтый с ультрамарином краски должно быть много нам ее должно хватить в идеале на 2 листика я еще чуть-чуть желтого добавлю теперь мне нравится цвет я отложу пока что эту кисточку возьму другую побольше десятый номер хорошенько смачиваю кисть и заливаю водой всю поверхность которую мне надо будет закрасить сейчас краской далее я беру краску и ввожу ее в еще сырой лист то же самое делаем со вторым листом сначала водой затем добавляем краску затем добавляем краску пока поверхность сырая можно взять сделать цвет зеленого немножко другой потемнее а теперь мне хочется сгладить этот переход здесь мне хочется немножко убрать краску для этого я вытираю кисточку в салфетку что провожу вся ненужная жидкость и краска остается в кисточке так осталось прорисовать стебель возьму кисточку потоньше беру более темный оттенок добавляю его с этой стороны стебель к и снизу ножки опять я лишнюю жидкость оставляю в салфетке и провожу по тем местам где мне нужно сделать более мягкий переход цветов хочу добавить зеленого в листья у вас вообще как там получается или вы просто наблюдаете какой-то ядерный зеленый вообще-то tengo где-то игра получается я стараюсь не увлекаться вот так что я не решила этими темными местами не всегда это получается стебелек я тоже темного добавлю осталось немножко контрастов добавить в соцветия для этого в красный добавлю немножко синего лишнюю влагу оставлю в салфетке и аккуратно обведу рваными движениями сейчас у меня кисть почти что сухая ну вот такой вот тюльпан видели как это происходит быстро и достаточно просто я даже немножко добавлю контраст в листики и я Мне очень интересно. Все, кто рисовал, присылайте мне свои работы. Как вообще вам наша атмосфера? Все ли понятно? Хорошо ли я объясняю? Хорошо ли меня слышно? Вот вопрос. Что вам еще рассказать? Я так быстро все нарисовала, прям даже не ожидала. Ну, это у меня более худенький тюльпан. Это такой покрупнее, потолще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...